В этом уроке мы поговорим о дизайн-поддержке. Этим термином можно назвать в целом всю деятельность, которой занимается дизайнер сразу после того, как макеты ушли в разработку, ну или в период, когда нет горящих продуктовых задач. Чаще всего это такие процессы, как поддержка разработчиков, работа с дизайн-системой, рефакторинг уже существующих фич и ревью только что разработанных задач. Давайте остановимся чуть подробнее на каждой из этих активностей и попробуем разобраться, как организовать дизайн-поддержку наиболее эффективным образом. Начнем с поддержки разработчиков во время разработки свежих фич по вашим макетам. Сразу скажу, что в 90% случаев вам придется что-то менять в макетах, когда, казалось бы, уже вы все утвердили и даже заранее презентовали о команде. Ничто не дает гарантии, что не всплывет какой-нибудь едкий корнер. Это происходит по разным причинам. Тут важно уяснить, что это абсолютно нормально. Дизайнер рисует статику, разработчик же пытается повторить ее в динамике. Отсюда не идеальность процесса. Основной инструмент поддержки — это диалог. Разработчик приходит с вопросами, иногда вопросы непростые, иногда они дают понять, что вы где-то ошиблись, и макеты нуждаются в доработке. Хороший дизайнер должен адекватно воспринять вопросы и критику, обрабатывать их, находить компромиссные решения и быстро вносить изменения в макеты, чтобы не блочить разработку и не плодить различия дизайна и кода. С чем же еще приходится иметь дело дизайнеру в рамках поддержки? Работа с дизайн-системой. Любая система должна обновляться и развиваться. Так и дизайн-система в продукте не стоит на месте. В ней появляются новые компоненты, вносятся изменения в старые, удаляются лишние. Окиньте взглядом, помогает ли ваша система быстро собирать макеты и избегать кастомизации за ее рамками. Если да, вы на верном пути. Если выдаются свободные часы, не лишним будет посвятить их процессам, направленным на сближение и сокращение различий дизайна и кода, которые есть в любом продукте. Изучите реализацию готовых фич, сравните их с макетами, оцените, так ли все работает, как было задумано вами на стадии дизайна. Вместе с рефакторингом текущих фич дизайнер должен проводить ревью свежеиспеченных задач. Метод тот же, что и в ревью. Смотрим, как оно работает и сравниваем с макетами. Результат лучше оформить наглядно прямо в файле с фичой. Слева, как должно, справа, как получилось в коде. Собранные различия передаются менеджерам для создания задач на доработку команды разработки. В любой момент дизайнер может получить уже новую задачу, и нам вновь приходится возвращаться к началу нашего модуля. Продумывать юзерфлоу, рисовать прототипы и концепты. Конечно, стоит упомянуть, что дизайн всегда идет чуть впереди разработки, и новые продуктовые фичи часто бегут друг за другом, так что на поддержку почти не хватает времени. Опирайтесь на ваши ресурсы и старайтесь улучшить ваши процессы так, чтобы время на выпуск фич сокращалось, а совместная работа с разработкой становилась комфортнее и проще. Всем спасибо, удачи!